Президент РФ пытается защитить Россию от блока НАТО, но при этом носит итальянскую и французскую одежду. Я особенно на этот счет не заборачиваюсь. А кремлевские пропагандисты, которые презирают западные ценности, тратят сотни тысяч рублей на платье и белье от иностранных брендов. В платьях от Дольче Габана в эфирах Соловьева появлялась Маргарита Симоньян. Тем временем известные российские модницы и модники жалуются на дефицит качественных вещей. И я как потребитель люкса, конечно, страдаю. А самые простые граждане РФ ходят в обносках или, что еще хуже, в российском трикотаже. Давайте откроем матрешку и узнаем, почему российский дьявол так любит Прада. Везти из Маши Захаровой всю одежду, которая произведена на Западе. Тогда она останется без трусов. Как изменился российский рынок одежды? И во что будут одеты россияне уже до конца этого года? Россияне уже месяц обсуждают наряд, в котором Путин появился на сцене в Лужниках 22 февраля. Мы встречаемся с вами в преддверии Дня Защитника Отечественной. В честь этого праздника диктатор вырядился не в российский традиционный тулуп, а в кашемировую парку с капюшоном от бренда «Серафин». Стиль у меня самый простой, деловой. Я же кроме кабинета почти нигде не бываю. И стоит эта деловая простота всего 600 тысяч рублей. То есть 50 минимальных зарплат россиян. Я, как правило, то, что в шкафу есть, одеваю. Ну, так смотрю, чтобы выглядело прилично. Камеры работают, миллионы людей смотрят. Надо прилично выглядеть, конечно. Тем более, если на тебя смотрят проплаченные псевдопатриоты, которые едва не окоченели от холода на стадионе. Они-то себе не могут позволить такую теплую верхнюю одежду люксус-класса. Согревались, используя в основном дешевую китайскую синтетику. Люди замерзли и уходят массово всем. Конечно, любовь к родине не греет, если она за копейки. А чтобы не дразнить замерзающее стадо, Путин надел старый наряд. Ведь его отшили 10 лет назад по спецзаказу. Что же заставило главу такой богатой и могущественной страны, как Россия, достать куртку из старых запасов? А в быту я стараюсь так быть попроще, как сейчас. Чтобы было удобно. Неужели даже старику приходится экономить на одежде? Ведь прошлогодний лук диктатора на этом же мероприятии был в три раза дороже. В СМИ активно обсуждали его пальто за полтора миллиона рублей от итальянского бренда Лоро Пиано. И светлый джемпер с высокой горловиной за более чем 200 тысяч рублей. Да и вообще, Путин любит дорогие вещи. Особенно итальянского бренда Бриони, который надевал Джеймс Бонд. Меня зовут Бонд. Джеймс Бонд. Я не сразу к этому пришел. Я могу сказать про эволюцию моих собственных взглядов. На работу диктатора бывают туфли Джон Лоп или Сальваторе Феррагамо. И одевается в костюмы, сшитые под заказ. Их средняя стоимость примерно полмиллиона рублей. А в повседневной жизни Путин носит вещи от Лоро Пиано. Конечно, скромной государственной зарплаты на такую одежду не хватит. Поэтому, чтобы не возникало вопросов, где президент взял деньги на свои презентабельные наряды, личный стилист снимает этикетки с его одежды. Ну, я не буду больше рекламировать ничего. Сразу договоримся. Пример с главы Кремля взял и певец Газманов, который тоже выступал в этом году на сцене в Лужниках. Артиста конфузился, пытаясь скрыть логотип Прада на своем пуховике. Этот бренд еще в марте 2022 заявил, что приостановил все продажи в России. Но старому любителю Путан Газманову, видимо, фарцовщики привезли импортную куртку за треть миллиона рублей. Дорогой концертный костюм ему пришлось отрабатывать не только песнями да плясками, но и цирковыми номерами. Не смогли отказаться от одежды иностранных брендов и известные российские пропагандисты. Вот, например, Маргарита Симоньян в платье от Дольче и Габана осуждает ЛГБТ, вспомнив эпизод из американского сериала «Друзья». Я напомню, первая серия там начинается с того, что приходит главный герой, растерянный и грустный. Почему он растерянный и грустен? Потому что ушла его жена, ушла к женщине, обнаружив спустя несколько лет брака, что она лесбиянка. Странно об этом говорить в платье Дольче и Габана, которые являются представителями ЛГБТ-сообщества. Раздвоение личности не менее. Сейчас такое платье можно купить за 1950 евро. То есть 12 минимальных зарплат в РФ. Ну или же гонорар пропагандистки всего за два дня. Так это же хорошо. Это же прекрасно. Ну или вот это платье в цветочек. Бренд тоже Дольче и Габана. И цена примерно такая же. Видимо, пропагандистке этот наряд очень понравился, потому что она появлялась в нем на нескольких эфирах. Сейчас-то уже совершенно очевидно, что мы воюем со всем вот этим, вот с тем местом, откуда эта опухоль, о которой я только что говорила, пошла изначально, да, вот со всем этим чудовищным организмом, с так называемым коллективным западным миром. Да, в ядерной войне никто ее не выиграет, но зачем нам мир, в котором нет России? Ага. И в котором нет красивых вещей от западных брендов. Я в таком человечестве просто не хочу жить. Лучше в рай сразу. К слову, к импортной одежде прикипел душой и телом Владимир Соловьев. Еще несколько лет назад он кичился импортными нарядами. Многие интересуются, кто мне шьет пиджаки. Подозревают, что это ателье имени товарища Сталина. Давайте проведем сеанс разоблачения и выясним, кто на самом деле. Чей это пиджак? Если я правильно понимаю, нигде ни товарища Сталина, ни товарища Киммерцина. Я бы даже больше скажу, европейская страна. Но сегодня пропагандист открещивается от всего западного. И поет дифферамбы производителям из российской глубинки. Правда, назвать их почему-то не может. Что-что наши научились. То есть делать и тактическую одежду, и фантастическую обувь. Правда, пока что ему удалось похвастаться только военной толстовкой тамбовского производства. Ведь выходить в эфир в трикотажном костюме из Иванова было бы как-то не солидно. Качественную дизайнерскую одежду от мировых брендов богатым и известным россиянам уже не достать. А то, что осталось в их гардеробе с довоенных и досанкционных времен, придется утилизировать или носить туда, где нет камер. Иначе российские телезрители-патриоты взбунтуются. Дмитрию Киселеву с мая прошлого года припоминают розовые плавки от итальянского бренда Китон за 17,5 тысяч рублей, в которых тот засветился на отдыхе в Дубае. Во избежание подобных скандалов российским политикам и пропагандистам придется привыкать к отечественным нарядам. А поскольку в условиях войны о моде и стиле никто думать не будет, санкции отобрали импортные ткани и фурнитуру, а дизайнеры в основном мобилизованы. Вполне вероятно, что российские фабрики начнут штамповать бесформенные платья и серые костюмы, плащи и куртки землистых цветов, шапки-петушки, шапки-ушанки и другую ностальгию родом из СССР. Конструкторы новых тканей стремятся к тому, чтобы их продукция удовлетворяла спрос покупателей, была добротной, радовала глаз. Швеи Иванова уже работают над новыми принтами. Более современными и веселыми. Это туника с бабочками, да? Да. Кстати, Марии Захаровой стоит обратить внимание на ассортимент трикотажа «Василек». Ведь когда в России началось импортозамещение, представительница МИД АРФ заявила, что поддерживает отечественную промышленность. Мой принцип подбора одежды формируется из трех слагаемых. Производитель, нравится, цена. К тому же Ивановская швейная фабрика предлагает широкий ассортимент платьев с цветочными и другими пестрыми принтами. Все как и любит представительница МИД АРФ. Вау, Мария. Ярко, по-колхозному и так далеко от международного протокола. Я очень рада, что я смотрю на себя и вижу не раба, не человека, сгибающегося под гнетом чужого мнения обстоятельств, а действующего по воле сердца, души и своих чувств. Единственное, что может смутить Захарову в отечественных платьях, это цена. Слишком демократичная. Все-таки пресс-алкаше привыкла к более дорогим вещам. Ведь это вещи имиджевые. Тратить много денег на наряды привыкли и российские звезды. Но если раньше они могли себе купить приличные вещи за границей, то теперь им не слишком рады в иностранных бутиках. Он не знает, кто я. Он хочет, чтобы я сейчас устроил скандал? А этому знаменитостям Российской Федерации придется донашивать свои старые концертные костюмы. Или же покупать одежду у отечественных дизайнеров. Например, Киркорову подошел бы наряд из шелка с дикими и яркими узорами от Вячеслава Зайцева. А платья этого модельера в стиле а-ля матрешка идеально впишутся в гардероб Наташи Королевой, которая привыкла смешить зрителей своими весьма странными и неприлично короткими нарядами. Вот только российским модницам и модникам, которые привыкли к премиальной одежде и люксовым брендам, не до смеха. Мы сейчас оказались в ситуации, когда большинство западных брендов, без разницы каких масс-маркет типа Зара и люксовые бренды, ушли из России. А вещи, которые еще остались на полках бутиков из старых коллекций, стоят огромных денег. И я как потребитель люкса, конечно, страдаю, что я не могу сейчас взять, зайти в условный ЦУМ, даже по новым ценам, которые значительно выше, чем прежние, купить все, что я хочу. Потому что сейчас там остатки, и я уже хожу там выгребаю. Ну ладно, еще эти джинсы сегодня куплю, ну хоть что-то новенькое. Вчера зашел, купил себе джинсы за 100 тысяч. Вряд ли эти страдания разделяют простые россияне, которые покупают российский или китайский ширпотреб на рынках. Ну а что вы хотите, за куртку за 5 тысяч купить какой-то фирмы? У меня пенсии не позволяют 9 тысяч. Но ничего, скоро в Россию зайдет около 20 брендов из Ирана. Видимо, на всех трикотажа Василек не хватает. Но Путин и его приспешники кричат об успехе импортозамещения и патриотизме. Хотя сами тратят миллионы на одежду западных брендов. Вот Газманов, видели, выступал в пуховике в каком? От Прада? Не интересуюсь. 340 тысяч всего рублей. Ну, по этому поводу. И добавить нечего. Но как бы богатые и знаменитые путинисты не пытались украсить себя дорогими тканями, их чудовищное лицемерное нутро все равно лезет наружу. И скрыть этот недостаток они смогут разве что под крышкой гроба. Или завернувшись в черный пакет. Теперь дефиле из трех костюмов из черных мусорных мешков. И поверьте, если бы мы вам не сказали, что это мусорные мешки, вы были бы уверены, что это какая-то роскошная кожа. Прошу трех костюмов. Продолжение следует... Продолжение следует...